Религия, вопросы и ответы. Под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. Студенты Индустриально-технологического колледжа встретились с представителями православного и мусульманского духовенства республики. Они обсудили значение и роль традиционных ценностей и получили ответы на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Сколько ангелов-хранителей у человека, насколько важно иметь в Доме Святыни, какую религиозную литературу читать. Эти и множество других вопросов интересовали студентов Индустриально-технологического колледжа Черкеска. Способен ли верующий человек на убийство, на терроризм? Вот недавно в Москве был случай, ведь террористы, они же представители какой-либо веры. По словам имама Черкеска Казим Хаджика Чива, у террористов нет веры и национальности. Убивающие невинных будут наказаны и не только в этой жизни. Тот, который убил человека, он подобен, как будто убил всего человечества. А кто сохранил жизнь человеку, то есть это может быть врач, которым помог пациенту. Это может быть на улице кто-то помог другому. Или вообще где-то помог человеку выжить. Он как будто спас всего человечества. Задать вопрос представителям духовенства Дамира Саражиева побудил совершенный 22 марта теракт в Крокус-Сити. Люди, которые совершили это, безбожные, небогобоязненные. Это ужас, это уму непостижимо. У нас в колледже прошел митинг насчет этого. Мы рисовали на окнах журавлей в память о погибших людях. Мы помним, скорбим. Большое соболезнование семьям погибшим. Целый блок вопросов касался проведения и сущности постов у православных и мусульман. Сейчас проходят Рамазан и Великий пост. Слово «саум» на арабском языке означает сдерживаться именно в языковой форме. А в религиозной это означает отстранение от еды, питья, супружеской близости от расцвета, то есть от утреннего намаза, азана до вечернего намаза. Пост – это лекарство, которое дает Всевышний для исцеления души человека, считает священник Александр Гурин. Что самая главная суть поста? Она у всех религий одна и та же, приблизится к Богу. Заканчивается пост Пасхой. Мы знаем, что для любого христианина это благая весть, это радостная весть победы, добра над злом. Так вот пусть победа добра над злом в вашей личной жизни случится уже сегодня. В завершении встречи представители православного мусульманского духовенства пожелали, чтобы текущий пост сделал всех верующих добрее, милосерднее и приблизил к Богу. Али Баташев, Ахмат Чочаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.